Это вторая часть небольшая моего обзорчика, моей досочки на пинтересте с фэшн иллюстрацией. Мы остановились с вами на вот таких вот немного абстрактных фэшн иллюстрациях, которые очень и очень классные. Мы не открывали вот эти вот, они тоже мне очень нравятся, такие силуэтные, но опять же посмотрите, как-то здорово все по цвету. И обратите внимание, какие элементы тут объединяются, как здесь сделан фон, как раз подчеркивает силуэты, обувь, какие-то сапоги тут, но вот как это все эффектно выглядит и красиво. И опять же это очень интерьерно. Наташа, я кстати ей писала вот эти вот иллюстрации Шалашвили, она уже фэшн вообще не рисует. Вот продолжаем тоже из этой серии, посмотрите силуэтная история и я сразу себе представляю образ, с которого была сделана эта работа. То есть возможно какой-то пэтчворк или что-то еще, ну в общем наряд, в котором очень много каких-то фрагментов и тоже берите это на заметку. Когда вы видите какую-то непонятную иллюстрацию, картину, подумайте, как художник мыслил, от чего он отталкивался. Потому что мы все должны учиться обобщать, выделять что-то важное, что-то самое красивое, то, что именно вас зацепило. И я всегда стараюсь об этом думать, потому что это меня лучше пододвигает и к своим мыслям, к пониманию того, что мне нравится. В фэшн иллюстрации, как и в любой работе, это тоже работает. Тоже из этой серии, посмотрите, как здорово, все лаконично и как фоном. Видно, что он там такой перемазанный, видно, что шли определенные этапы работы у художника. И вот здесь вот прям был образ, но он мешался, и художник потом его замазал. То есть процесс абсолютно естественный. Не всегда работа складывается изначально. Тоже присматривайтесь к таким моментам. А в процессе художник понимает, где лишнее, что надо там подзамазать, добавить и исправляет это. У меня тут камера шумит. Так, тоже такого плана, просто такой силуэтик. И вот здесь тоже так хорошо для композиции добавлен, какие-то еще элементы. Но она такая попроще и предыдущие, конечно, покруче были. Я не знаю, просто у меня в коллекцию тут добавилось. Вот это вот мне очень нравится. И тут классно, что виден и рисунок как будто карандашом. Сначала контурный, потом уже пошел процесс такой творческий с краской. Опять же, ощущение сейчас уже складывается, что сначала весь холст закрашивается какими-то пятнами, какими-то узорами. И дальше уже убирается лишнее. То есть вырисовываются какие-то силуэты. И как мы видим здесь, они вроде поверх белой краски, но может быть они уже вторым этапом поверх сделаны. В общем, здорово такие вот эти силуэты здесь выигрышно смотрятся. И работа классная, целостная, гармоничная. Опять же, смотрите, как по композиции интересно. Вроде да, подиумная такая история, девушка идет, но остальные тоже там стоят. Может быть, референс был с какого-то показа, где такой подиум не возвышающийся, а все ровненько было. Вот эти вот очаровательные иллюстрации очень мне нравятся. Я обожаю что-то простое, но с акцентом. И здесь потрясающе сделан так вот силуэт и принт. Посмотрите, обратите внимание, как заливка фона по краю обработана. Не все закрашивают лист прям вот до краев, потому что не всегда его так просто замазать. И чтобы не пачкать стол, вот такой вот лайфхак пришел и тоже очень хорошо выглядит. И если оставлять, например, побольше расстояние, то можно потом эти работы оформлять в раму и без паспорту. То есть вот эта вот часть будет выигрышно смотреться в качестве паспорту. И вторая картинка тоже из этой серии. Ну, посмотрите, какая милота. Причесочки, яркие губы тут акцент. И опять же все как просто, без какой-то детализации, без прорисовки. Так, вот мне очень нравятся эти иллюстрации. Джессика Бёрд, да, будет Джессика Бёрд. У нее очень много работ. Вот, дерзко, кривоватенько, так как-то по-мужски. И опять же, как выделены акценты. То есть, видите, тут не закрашивается весь тренч, а только ворот и еще какие-то детали. Опять же, главное вовремя остановиться. И очень интересно здесь, конечно, лицо сделано. Вот еще ее работы. Посмотрите, какой здесь уже акцент на, что это такое, пончо, не пончо. И шарф, орнаменты. Это тут пастель, гуашь. Мне кажется, и гуашь, и пастель. Тоже все очень классно. И по цвету как здорово. Сделали фоном заливочку. Аккуратненько так вот обведено. И обратите внимание тоже, как выглядят непрокрашенные части. То есть, вот эта вот вся аккуратность. Где-то она хорошо работает, а где-то она может убрать живость у работы. Вот здесь вот живенько и хорошо. Так. Вот эта иллюстрация. Очень мне понравилась. Только амори, наверное. Кто знает, как правильно произносится. Говорите. Очень сексуально, живенько, дерзко, быстро. Ну, насчет быстро. Тут я не знаю, сколько времени затрачено на иллюстрацию. Но когда мы видим такие линии, какие-то сдвиги, то всегда складывается ощущение, что это очень быстро. И это классно. Какие-то фэшн, такие истории, они только выигрывают от такой динамики. И еще где-то были работы ее. Давайте откроем, посмотрим. Вот, вниз. Ой, какая красота. Посмотрите. Мне кажется, я даже ее тоже сохраняла. Нет, не сохраняла. Вот, сохраню себе. Здорово, да? Во-первых, по композиции, как по диагонали расположено. И даже то, что тут нога обрезана, как-то не напрягает. Хотя, может быть, целиком, если мы посмотрим. А давайте посмотрим. Да. Тут видно всю ногу. Но в любом случае, красивенько. И принты, как тут здорово сделаны. И посмотрите, достаточно так по классике. Да, здесь и штриховочка есть. То есть, возможно, делать такие работы даже с набросков натуры, когда вы ходите куда-то рисовать. Взяли фигуру, сделали. А потом попробовали ее как-то нарядить. Почему бы и нет? Возвращаемся. Артаксинья работы. Очень они мне нравятся. Жалко, пропала из Инстаграма. Не знаю, где и что. Но мне безумно нравились ее работы. Тоже они довольно-таки давние. Она вот в Драва Дот участвовала. И они такие сложные, проработанные. Опять же, карандашиком. Вот она очень любила синим и красным рисовать. Хорошо прорисовано тело. И тоже посмотреть довольно-таки графично, декоративно. Сделана ткань, принт. Опять же, где-то что-то прорисовываем. А где-то делаем более плоским, чтобы, опять же, играть на контрасте. А волосы. Сразу вспоминаю Лаур Лейн. Мою любименькую. Одну из любимых иллюстраторов. Которая тоже так вот прорисовывала волосы. И продолжает это делать. И вот у Аксини тоже есть вот это вот что-то такое. Работа с карандашом. Посмотрите, опять же, какая проработка. Как это все прорисовывалось. И потрясающе, конечно, художник работает с цветом, с орнаментом. Все очень в итоге гармонично. Иногда кажется, что разное. Тяжело совмещать. Но тут я могу посоветовать, опять же, обращаться к коллекциям классных дизайнеров. Дрис Ван Нот вообще потрясающий в этом плане. Он так умеет складывать принты, которые вроде бы не сочетаются между собой, но они работают. Вот Дриса возьмите себе для вдохновения. Вот тоже еще работа Артаксини. Такой синий-зеленый карандашик. И какой классный принт здесь изображен на джемпере. Очень-очень здорово. Господи, сколько их тут. Мне уже подборки предлагаются намного больше. Это вот точно Артаксини. Ну и тоже похоженькие. Вот опять же, когда находите какую-то работу, смотрите, что предлагает вам Пинтерест. Потому что очень часто там есть классные-классные сюжеты. Тут можно бесконечно, конечно, будет утопать просто в иллюстрациях. Вот еще работа Артаксини. Посмотрите, как мех здесь проработан. Как текстура сразу узнается. Ты знаешь, что это. Вот ты прям чувствуешь. И черно-белая кожа, цветная лента. Тоже лаконично, просто, вроде как бы просто, но как эффектно. Но опять же и эмоции. То есть здесь такие закатанный взгляд. Он тоже играет роль. Обращайте внимание на мелочи, из которых и складывается вся работа. Так, давайте, раз мы Аксению начали смотреть. Тоже супер. И искажения тут анатомические. Вроде как бы, да, не совсем верно. Но посмотрите, как здорово. И как фон. Прям видно, что фломастером или чем тут ручечкой закрашивалась. Или ручкой она рисует. Я не знаю. Но опять же, видите. И мне кажется, карандаш. Да, если присматриваться, это прям цветным карандашом. Так ровненько, хорошо. Вот это вот потрясающая работа. Миксуем. Не бойтесь добавлять ботаники или еще каких-то элементов в иллюстрации. Сразу работа усложняет. Сразу делает ее вашей. И опять же, подальше уводит вас от фотореференса, который вы брали изначально. Вот это тоже очень красивое. Мне очень нравится. Я прям представляю, какая медитация. Это со штриховкой работать. Потому что здесь, конечно, и формат не маленький. Это всегда можно определить по штриховочке. То есть минимум А4 точно. Но и на А4 формат вы времени затратите много. Посмотрите, как волосы здесь классно сделаны. Как укладка выглядит 3D-шно, я бы даже сказала. И пузыречек с языком глаз. Вот тоже артаксиня. Вообще, перейдите. Вот блокпост у нее есть. Был. Не знаю, сейчас она его, наверное, не ведет уже. Тоже классно. Тоже лаконично. Волосы. Принт сзади. Принт на платье. Очень-очень сочно и ярко. Тут и ботаника. И опять же фон. Тоже можете взять себе на заметочку, записать, попробовать эксперименты с фоном. Потому что часто им пренебрегают. И можно сразу представить этого юношу на заливочке, на белом фоне. Но согласитесь, это уже не так будет эффектно. Любой образ, любое настроение, которое передается через картину, через иллюстрацию, оно всегда состоит из разных деталей. И фон, это тоже очень важный элемент. Вы можете его сделать каким-то настроенческим, особенным. И сразу задастся общее настроение картинки. И все может поменяться. Вы можете попробовать ради эксперимента взять и в фотошопе менять разные фоны для своих иллюстраций. И обращать внимание, как меняется настроение работы. Вот. Очень-очень полезно будет. Тоже классная картиночка. Тоже очень классная эмоциональная такая иллюстрация. Опять же, пробуйте уходить от каких-то стандартных образов моделей, взглядов их, таких, как они там, покерфейсов и прочего. Поэкспериментируйте, попробуйте, используйте себя в качестве референсов. Покривляйтесь, делайте фотки. И почему бы не попробовать? Ну и по цвету, опять же, здесь красота. Вот это вот тоже безумно интересное, настроенческое. И как здесь принт добавлен, как работает темный фон. И, конечно, потрясающе, с учетом того, что человек это делает все руками. Никакого вам тут прокреэйта. Вот так вот картинка и складываться может. Супер. Красота. Так, что у нас тут еще? Продолжаем. Тоже очень интересно. Очень так фриково. Но мне так понравились линии. И как они работают с телом. Опять же, вроде и просто, и быстро. Но как здорово и как классно, опять же, по композиции картинка сложена. Я люблю простые какие-то иллюстрации. Но, опять же, надо сделать штук 20 одного образа, чтобы вот получилось что-то такое. Здесь работаете не только вы, но и материал. И, конечно, надо иметь очень большой опыт, чтобы предсказывать, как себя поведет материал. Но даже с опытом не всегда это получается. И здесь очень важно делать и делать. И если вам понравился какой-то образ, у вас не получилось сначала. Пробуйте дальше. У вас будет появляться свобода. И, поверьте, оно того стоит, чтобы сделать одну классную иллюстрацию с понравившегося образа. Не поленитесь делать 20 вариантов. Даже после того, когда вы сделали вариант, который вам понравился. И я бы даже сказала, тем более после того, когда вы сделали вариант крутой. Пробуйте еще, потому что у вас откроется еще больше свободы. Ибо вы уже будете довольны получившейся картинкой. И отправитесь в какое-то новое путешествие. И есть высокая вероятность, что у вас получится что-то еще больше крутое, чем изначальная версия, которая вас устроила. Тоже очень интересная работа масла. И мне нравится, как здесь, опять же, композиция идет, как выделен силуэт. Достаточно размыто все, непонятно. Но какой акцент вот в этой блузе, не знаю, либо как бусины какие-то свисают. Но выглядит это очень-очень классно. И дополнительно какие-то пятна, какие-то тут точечки идут. Вот такие вроде мелочи, но как они сразу усложняют работу. Мы даже их сначала не замечаем, но в целом картинка всегда выглядит сложнее. Так что тоже берите на заметку. Так, ну и еще туда вот эти вот простенькие такие акварелюшки. Это вот из той серии, когда надо пробовать, надо пробовать. И получится что-то у вас классное и интересное. И довериться тоже материалу. Это вот очень яркая, тоже мне нравится иллюстрация качества. Огонь, спасибо тебе. Но я думаю, достаточно здесь нам все можно увидеть, что нужно. Опять же, какая композиция, опять же, сочетание цвета. И как тут, что можно найти, какие-то образы есть. Ну вот центральная, конечно, да, считывается сразу. И картинка притягивает. О, господи, можно просто с вами, я не знаю, утопать. Нет, не будем. На самом деле будем уже закругляться. Коротенькое давайте с вами сделаем. Потому что очень много говорю и очень полезных и нужных вещей в плане советов. Как вытаскивать какие-то идеи для своих практик, для своих занятий. Здесь их, конечно, много. Из каждой иллюстрации можно вытащить, ну, минимум, мне кажется, 4 пункта, что можно попробовать. Я вам очень рекомендую это делать, если вы интересуетесь. Фэшн иллюстрации особенно. Но даже если не фэшн, то здесь все советы, они очень рабочие. Они должны быть в практике. Потому что это творчество, это визуальное. Мы создаем красоту, мы создаем картинку. А картинка должна быть гармоничной, интересной и что-то передавать. И законы, в принципе, эти все одни и те же, которые работают. Поэтому неважно, фэшн-арт это, либо ботаническая иллюстрация. Всегда нам нужно будет разнообразие. Всегда нам нужно будет отвечаться от других. Всегда вытаскивать себя и не бояться проявляться и экспериментировать. Поэтому с таким вот наставлением я с вами на сегодня прощаюсь. И очень-очень жду ваших впечатлений, ваших ощущений от картинок. И что полезного вы для себя вынесли. Будет достаточно комментариев, будем продолжать. Поэтому лайкосик ставим. И снимать или не снимать продолжение, жду вас в комментариях. На этом все. Пока!